Может быть, и необходимое, о чём можно было поговорить, это о том, как же человек тот, который вот... Как он понимает православие? Что это такое за православие? Мы все говорим православие, мы все говорим православные ценности, правда? Православные ценности и всё! И всем понятно, да? Всем понятно? Ничего не понятно! И ничего не понятно! Православие, всем понятно? И понятно, и непонятно, да. Так вот, вы знаете, мне кажется, что это вопросы, о которых, наверное, всегда надо говорить. Почему всегда и всем? Потому что, с одной стороны, эта тема, ну, большая. Ну, вы же понимаете, что православие включает в себя и вероучение, и нравоучение, и духовное учение, и каноническое устройство церкви, и его отношение с другими христианскими конфессиями. Поэтому вот множество есть сторон, о которых может говорить вот каждый приходящий новый человек. Но именно поэтому всегда надо, наверное, говорить об этом. Ну, вот и сейчас я, может быть, скажу немногое тоже об одной из сторон, может быть, православия, как мне кажется, самый главный, а другой человек скажет, нет, главное вот это, а третье иное. Так что не удивляйтесь этому, да. И ещё раз хочу сказать, это не будет противоречить друг другу, это будет дополнение только той картины, общей картины, как о человеке. Один говорит о его одежде, другой говорит о его лице, третий говорит о его характере, четвёртый – об образовании. Всё правильно, всё правильно, конечно, но это даже не всё. Так вот, если говорить о православии, что мне бы хотелось просто отметить сейчас в тех вот немногих словах, которые являются вступлением к нашей общей беседе? Что, как мне кажется, самое главное? Если мы вот внимательно посмотрим на Евангелие, на текст, конечно, Евангелие и послания апостольские, особенно если посмотрите на соборные, так называемые, послания, ну, я сказал особенно, да даже не особенно, может быть, но там очень просто и ясно и ярко выражено, то всюду одна проходит мысль, одна с огромной настойчивостью и силой. Христианство – это не просто новое знание. Совсем нет! Это не какая-то просто другая вера, одна из многих. Нет! Христианство – это иная жизнь! Это иная жизнь! Вы знаете, с какой силой эту идею или хотите этот лейтмотив подчёркивать святые отцы? Они пишут подчас с огромной силой! Говорят, что проку, что ты высоко богословствуешь, а сам в это время самым низким образом любодействуешь! Что проку от этого? Христианство – это не просто знание каких-то истин! Они нужны? Ну да, конечно, нужны! Когда я отправляюсь в путешествие в тёмный лес, я должен знать, где, по каким признакам мне пройти до того места, куда я иду. Да, и компас нужен, и приметы нужны! Всё это нужно! Но я могу всё это знать, хорошо освоить где? Сидя в своём кабинете за чашечкой кофе, да ещё с коньячком! Вот так! И хорош, так и радужная картина! Ой, джунгли, до чего они хороши! А правда говорят, что человек дважды испытывает восторг перед джунглями, когда к ним подходит и когда из них выходит! Так вот и здесь! Оказывается, когда мы говорим о православии, то первая, я бы сказал, основная линия того, что несёт себе православие – новая жизнь какая! Какая? Ну, я-то знаю какую! Через левое плечо нельзя свечку передавать! Правда же? Иначе что будет? Знаю, что когда в крещенской проруби стоит искупаться, все грехи от всех грехов очистился, и можно уже после этого выпить дважды по 150! Боже, ну, за такое событие, очистившись от грехов! Как же тут не выпить? Правда же? Да! Сколько мы таких вещей знаем? Боже мой! А сколько примет всяких знаем! Сколько суеверий всяких! ИНН, новых паспортов, переписей! Боже мой! Чего только! Сам весь наполнен страстями! А уж ИНН, извините! Умру! Не приму! На что внимание обращаем! Какой крестик это сделан там? С восемью или четырьмя! Ай-яй-яй! И придаём какое колоссальное значение! Вы знаете, ведь даже раскол 17-го века в значительной мере-то был чем обусловлен подчас? А с формальными вещами! Ведь в укор становилось сколько раз петь «Аллилуйя»? Дважды или трижды? Как с крестным ходом ходить? Послан или против солнца? Конечно, это были, так сказать, только некие показатели, показатели того общего направления, что когда нужно держаться вот этой внешних обычай непреклонно! И там, я вам касаясь раскола скажу, обе стороны были виноваты! Обе! Одна слишком решительно проводила реформы, не учитывая психологии людей, другая держалась буквально вот за эти внешние вещи, не понимая, что суть-то православия не в этом! Субтитры создавал DimaTorzok